Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича, а также подписчики сайта Wagnerland.ru С вами снова Илья Механик и это 13 эпизод видеоряда перекличка И сегодня в нем, как вы уже успели увидеть, Рига 11 Дырчик, вернее односкоростной мопед, выпускаемый заводом Саркана Звайзны с 1972 года по 1979 год В чем была оригинальность данного мопеда Это же дизайн, хриптовая рама, бак располагался под багажником и выступал платформой Специальными ребрами жесткости для груза Остачался данный дырчик, вернее мото-велосипед, как он был поначалу Потом уже их начали назвать все-таки мопедами в связи с изменением в законодательных бумагах Двигателем D6 Имеющий объем 45 см3 Диаметр поршней был 38 мм, рабочий ход 40 мм Зажигание от магнита, там магнит Имел цветовую обмотку и высоковольтный провод выходил отсюда Тут не смотрите, это уже колхоз, катушка лишняя, более поздних моделей Развивал данный дырчик скорость в районе 45 км в час 40-45, ел где-то стабильно 1,5-2 литра на 100 км Был оборудован передней телескопической механической подвеской Задняя подвеска была эрегитной, то бишь жесткой и отсутствовала напрочь Имел педальный привод для легких и запуска двигателя Теперь он, в отличие от предыдущих моделей, располагался с левой стороны И уже как бы в случае прокола колеса натягивать цепи было легче Хребтовая рама К сожалению, как показали дальнейшие испытания, имела малую прочность Вот вы, кстати, видите характерную проблему Вот этот усилитель, он лопнул от нагрузок И раму тут уже переваривали Жесткая подвеска сзади Амортизирующая часть была только вот в этом сиденье Это лишнее, не обращайте внимания Много не закреплено, это не родное Бардачок миниатюрным подсилением Фара Очень-очень слабая Это, я могу сказать, назвать ее Таким, очень ярким габаритом И то, не всегда И все, что могли снять на тот момент с Д6 Со второй катушки Вернее, со второй обмотки, которая шла на освещение Колеса 2.25 на 19 Если помните, у ГАИ еще были 26-ые Тут стоит 2.25 на 19 Притом Они Шире, чем предыдущая модель Раньше были 2.0 на 19 Из-за этого пришлось Крепление двигателя сместить в сторону И поэтому, если посмотреть сзади Кадр, если захватит, то двигатель относительно Рамы стоит немного несимметрично Особенно относительно задней вилки Как попал вообще этот мопед ко мне? Этот мопед был куплен еще в далеком, по-моему, 2012 году Мной, как Из тех дырчиков Единственное, которое мне нравилось Это было Рига-1 И я подкупался на дизайн Несмотря на то, что у него были проблемы Если тут Ниже половины бака То при подъеме Весь бензин стекал в заднюю часть И дырчик, естественно, глох Вот, кстати, можете видеть Остатки бензина После запуска Я не знаю даже, сколько ему лет Купил я его, скорее всего, в Донецке Я уже не помню все истории К нему книжечку приложил Естественно, номера не совпадали Вот так вот Народ быстрее вытолкнуть за забор А я тут подоспел И купил Тормоза барабанные Естественно, плохо берут Плохо брали они и по жизни Эти тормоза на этих мопедах Цвет Скорее всего, родной был красный Хотя тут некоторые элементы Внутрешние ответки отличаются То есть его слепили И втюхали Дальнейшая судьба Ну, мопед практически полностью укомплектован Если не считать вот этот щиток колхозный С какого-то дырчика тоже ко мне пришел Я посвятил он же стянки Поэтому я его не ставлю обратно Багажничек вот этот придется Он был усиленный Я подрезал, его придется заровнять А может быть и заменить Бак рихтовать придется Вмятина от перегруза А так по сварке Как и у обычной Риги 11 С ее проблемами Я уже показывал ранее По раме Очень слабая рама В дальнейшем Проблема с баков модифицировали Перенеса его Вот в эту часть В 79 году была Рига 11 02 Потом уже модернизировали Глушитель другой Это уже стала Рига 13 Ну и в конце концов Добавили нижний луч рамы Увеличив жесткость И уже стала любимая Рига 13 02 Самым Численного мопеда Ну а Остальные любители Кто ценит Вот этот мопед Просто за его Такой вот Интересный дизайн И я не скрою Я вот люблю Это чисто за дизайн Его практические Для этого Для себя брал Так что Спасибо всем за внимание Ждите следующей серии Переключки Всем пока